Как будет меняться историческая часть Казани? Об этом говорим сегодня. Это главные новости. С вами Ирина Субеева. Здравствуйте. Продолжение следует. Уже зафиксирован у 230 жителей нашей республики. Не лучше дела обстоят у соседей. Например, в Башкирии заболевших 297, Ариэл 291, Чуваши 225. В каждом соседнем регионе обнаружены новые случаи инфицирования коронавирусом. Исключение Оренбургской области. Там за сутки ни одного случая COVID-19. Сегодня стало известно о состоянии туристов, прибывших из Таиланда. Напомним, рейс Таиланд-Казань приземлился в аэропорту Казани в четверг ночью. На борту самолетов всех пассажиров обследовали сотрудники Роспотребнадзора. После 111 человек разместили в санатории Ливаде на двухнедельный карантин. Сегодня в Казанском Кремле сообщили, что все туристы чувствуют себя хорошо. Тесты на коронавирус у всех отрицательные. Повышение температуры ни у кого не зафиксировано. Медицинское наблюдение продолжается. И тем временем уже завтра в аэропорту Казани приземлятся еще два рейса. Первый доставит россиян из Турции, второй из Гуа. По данным Яндекса, на понедельник индекс самоизоляции в городах Татарстана по сравнению с выходными резко упал. Ни в одном из городов он сейчас не достигает и трех баллов. Это говорит о многолюдности на улицах. Самые низкие показатели в республике, как и на прошлой неделе, снова зафиксированы в набережных Челнах. Еще одна новость сегодняшнего дня. Рустам Мениханов посетил автономный блок интенсивной терапии в Республиканской клинической больнице. Он предназначен для пациентов с тяжелыми нарушениями жизненных функций. После ремонта обновленное помещение открылось в минувшую пятницу. Там президент республики сегодня осмотрел семь коек интенсивной терапии. Все они подключены к аппаратам ИВЛ. После Рустам Мениханов встретился с врачами, которые работают в ситуационном центре Республиканского центра медицины «Катастроф». Он создан для повышения качества помощи пациентам с COVID-19. В онлайн-режиме врачи проводят консилиумы по всем тяжелым пациентам, находящимся на стационарном лечении во временных инфекционных госпиталях республики. Рустам Мениханов обозначил значимость работы медиков. По его словам, важно объединять усилия лучших врачей для спасения жизни людей в период распространения коронавирусной инфекции. Вот такие новости на сегодня. Скажите, пожалуйста, Олеся, как вы соблюдаете меры безопасности? Мы, конечно, тоже соблюдаем все меры и носим маски, и перчатки надеваем, когда выходим из дома. Ну и все наши совещания теперь идут в режиме онлайн-конференций. То есть никаких больших совещаний, планерок не бывает. В каждой из своего кабинета выходят, если необходимо. Регулярно это раз-два в неделю бывает. Мои рабочие совещания все вообще переведены в режим онлайн, то есть только через интернет. Ощущения совершенно нет, что работа стала меньше. Наоборот, работа стала больше. Потому что стало больше, возможно, видимо, благодаря тому, что меньше передвижений. Вот, кстати, о совещаниях в режимах онлайн. Предлагаю вернуться к теме нашей сегодняшней программы. Это о том, как будет изменяться исторический центр города Казани. В четверг тоже совещание прошло в онлайн-режиме. Да, впервые за 9 лет, что работает наша комиссия по историческим поселениям при президенте республики. Она прошла в онлайн-режиме. Вот, предлагаю немножко детали. Провел это заседание Рустам Миниханов. Оно называлось «По вопросам строительства в историческом центре города». В ближайшее время планируется построить 11 объектов на улицах Шаляпина, Тукая, Гоголя, Спартаковская, Калинина, Правобулачина». Это жилой комплекс, административные и офисные здания, а также гостиницы. Застройщиков регулярно консультируют в режиме онлайн. Как отметил президент, новые здания не испортят исторический облик столицы республики. Также два новых объекта появятся на территории острова Града Свияжска. Это МФЦ на улице Успенской, дом на Никольской, который полностью реконструируют. Я предлагаю сейчас послушать, что об этом говорил сам президент республики. Жестко расписать стекла правильные и отделочные материалы. Лишний вид, как в комнате с тобой видов, поэтому и под цветом. И под цветом. И под цветом. То есть свет, отделка и стекла. Расскажите, пожалуйста, более подробно о концепции. Кто участвует в этой работе, как она создается? Работа организована уже два года назад. Проектная группа казанских архитекторов плотно сидит над этой концепцией развития центра города. Это поручение нам Рустам Нургалевич дал как раз на такой же точно комиссии по стройке, когда мы очень долго спорили, такой стиль или такой возможен в этой части города. И он сказал, сделайте нормальную концепцию, полноценную, взвешенную по всем направлениям, чтобы мы понимали, что в центре, в принципе, возможно. Если коротко, рабочая группа была создана. Ее возглавил Ильсур Рейсович Медшин, мэр города. И в команду в эту вошли и архитекторы, и социологи, что важно, культурологи, и чиновники курирующие, и привлечены специальные консультанты по экономике и другим направлениям. Поэтому сейчас прошло уже два года, работа, в общем-то, приближается к финишу. Мы вот можем с вами открыть слайд с границами, чтобы было понятно, о чем речь. Первый слайд. Вот, кстати, да, я хотела уточнить, то есть концепция, историческое поселение, это вот центр города или все-таки еще какие-то улицы, какие-то районы Казани туда входят? И что туда входит? Давайте посмотрим, и вы расскажете более детально. Ну вот откройте, пожалуйста, первый слайд. Это вот это вы имеете в виду? И будет видно, то есть, что исторический центр города, утвержденные его границы, это всего лишь 4, ну почти 5 процентов от всей площади города Казань. То есть совсем небольшая площадь, да. Но она является деловым ядром нашего города, а это самая важная часть. То есть это преимущественно центр получается? Мы видим, да, вот границы, если присмотреться, то есть это по улице Вишневского охватывается, там часть парка Горького, дальше через озеро Кабан сюда выходит к Новодатарской слободе. Вот граница, я так понимаю, да? Да, дальше по Волге проходит граница до Адмиралтейской слободы. Адмиралтейскую слободу частично... То есть охватываем Киркский район? Адмиралтейскую слободу частично, да, тоже охватывает. Границы устанавливались по концентрации памятников. Там, где сохранилась историческая среда и памятники архитектуры. То есть именно вот в этих границах центр он и есть. Поэтому самые бережные отношения вот к этой территории. Я вас прерву буквально на минуточку. Мне говорят о том, что у нас есть телефонный звонок. Добрый день, пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло, добрый день. То есть вот слушаю, да, смотрю вашу программу. И можно сказать, что у нас в Казани не будет построено что-то похожее на Москва-сити. То есть наш исторический центр останется, ну, более или менее историческим. То есть речь о высотках, о опасении у людей, что не будут ли это небоскребы, не затмят ли они вот эту прелесть нынешней Казани. Да, это такой важный вопрос, он всех действительно волнует. Вот можно следующий показать. У меня есть слайд с зонами, да. Мы видим с вами, что сейчас вот проектная группа предлагает уже несколько зон разработанных. И этот подход будет контекстный. Три принципиальные зоны делят наш центр города. Одна наиболее строгая, другие менее. Но ни в одной из них невозможно строительство такого комплекса, как Москва-сити. Все, что может появиться высотно, небоскребы, там какие-то комплексы высотные за пределами границ исторического поселения Казань. Это южные промышленные зоны, возможно, там за речным портом, ну и, собственно, все горки, Азина и так далее. Там возможно, там все-таки можно. Да, есть регулирование по проекту зоны охраны Казанского Кремля и Казани. Там установлены высотности. Они очень жестко закрепляют высотности, регулируют строительство в центре. Были же случаи, когда даже сносили? В Казани пока не было такого. Значит, у нас возникшие доминанты, они 90-е и 2000-е годы. Они уже, естественно, у нас сохраняются. Мы их принимаем как данность, смотрим на них частично и как на ошибки, и как на какой-то вызов всему профессиональному сообществу архитекторов в Казани. И мы работаем именно с этим. То есть проектная группа анализирует и нарушения, и достижения за прошедшие 20 лет в Казани сейчас. Хочу обратиться к нашим зрителям. 8 800 500 32 55. Телефоны нашего прямого эфира. 5 11 99 66. Звоните, присоединяйтесь к нашему диалогу. Каким будет исторический центр Казани? Мы говорим об этом сегодня с помощником президента Татарстана Олесей Балтусовой. Скажите, пожалуйста, Олеся, вот как сегодня соотносится концепция строительства новых зданий в исторических поселениях, существующей застройкой, современными зданиями и историческими объектами? Как получается ли находить консенсус, приходить к обоюдному какому-то знаменателю? Вы знаете, вот последние 9 месяцев, когда мы как раз уже занимались примеркой разработчиков к реальным объектам, мы начали тестировать, главный архитектор Алексея Артухватулина выдвинула это требование, когда была назначена проектная группа, села в консультирование застройщиков. И мы начали действительно смотреть, как садится здание в городской контекст, контекст улицы, среди окружающей застройки. Вот можно показать пример, да, очень хорошее у нас село здание, вот на улице Габдулла и Тукая, это как раз красная зона, согласно разработчикам проектной группы. Красная зона, что еще раз? Красная зона по концепции Казани, разрабатываемой улицей Тукая, находится в красной зоне, там, где очень сильный исторический контекст. И вот посмотрите, как раз садится новое здание, вот это серенькое. Это? Да, вот это серенькое здание, оно садится в городскую среду, в исторический контекст, и оно сюда, оно прошло градостроительный совет, все высказались за, потому что вот уже понятны параметры, понятен регламент. И прошло дальше комиссию при мэрии Казани, и на комиссии при президенте тоже этот объект получил поддержку. То есть вопрос именно в том, как применяет архитектор этот конструктор, как он, согласно нему, работает с окружающей средой. И вот можно посмотреть следующее, у нас более крупный есть здесь слайд, вот он как, собственно, сел, да, и мы видим, как рядом с ним находится памятник усадьбы шокер-солдата. То есть он в то же время и не копирует стилистику, мы видим, что это современное здание, но это самоштабная среда, самоштабный такой окружающий застройки объект. То есть он ничего здесь не нарушил, наоборот, подчеркнул. У нас есть еще один звонок. Добрый день. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Хочу спросить у вашей гости. Вот было сказано, что на Вишневского не будут строить многоэтажных домов. В настоящее время Вишневского 57, вот напротив, там строят два или, по-моему, даже три многоэтажных дома. Как это понять? Спасибо за вопрос. Вы знаете, граница проходит как раз там, по улице Вишневского. То есть надо посмотреть, я адрес точно сейчас вам не скажу. Видимо, вот в той части концепции, о которой мы говорим, там, видимо, нет строительства. Наверное, это другая часть. Здесь нужно заканчивается там граница. Здесь нужно смотреть, где она прошла. И все, что в границах, мы видим всегда на комиссиях. А все, что за границей, это регулирование управления архитектурой. И там действует общий городской регламент. Спасибо. А когда будет завершена работа над концепцией и когда она начнет воплощаться в жизнь? Планировалось, что в этом году, летом, в июне, в июле, мы уже будем утверждать эту работу. Мы ее вынесем на рассмотрение комиссии при президенте. И заслушаем проектную группу во главе с Олегом Маклаковым, с главным архитектором города. То есть все они представят, все должны разложить, объяснить с примерами. И надеемся, что эта концепция будет принята, поддержана. И дальше начнется ее внедрение. То есть над этим сейчас работает юридический блок концепции. Это юристы управления архитектурой и привлеченные. Они создают такой план утверждения этой работы по документам градорегулирования. А как концепция изменит жизнь людей? Вот простых обитателей и гостей нашей столицы. Я очень верю в то, что пройдет время 5, 10, 15 лет, как концепция создается с этим условием на 15 лет. И мы увидим с вами вместе, что наш город развивался согласно четким правилам. И не появились никакие страшные ошибки. Ничего вырвигла с плохого вкуса, не появилось. Что застройка велась аккуратно, качественно. И гуляя по улицам, хотелось бы, чтобы мы именно это с вами и видели. То есть это основная идея концепции? Чтобы было красиво, чтобы было комфортно, удобно, пешеходные связи, чтобы город вышел к Волге. Вот наша большая мечта разработчиков, это чтобы город вышел к Волге. Появились вот эти пешеходные связи с Волгой. Зеленый пояс, о чем тоже президент подчеркнул на этой комиссии, чтобы он тоже у нас был утвержден, заработал и связывал все наши сады, исторические парки между собой. То есть именно на это и нацелена концепция. Как будет чувствовать в рамках данной концепции себя бизнес? Не будут ли накладываться какие-то серьезные ограничения на работу застройщиков? И как вы планируете выстраивать диалог бизнеса и власти? Мы, конечно же, стараемся диалог вести сейчас. Я вот вхожу в эту команду по разработке концепции, и мы регулярно собираем и такие совещания, и то, что называется консультированием застройщика. Мы видим, что всем необходимы четкие правила игры, этого все ждут от этой работы. И застройщики, и девелоперы, когда работа будет закончена, они в нашем видении должны получить понятный инструментарий, чтобы свою территорию, участок, собственность они могли примерить. То есть они могли сами посмотреть, что возможно, какие возможны объемы, площади, стилистика, подходы. Да, вплоть до рекомендаций по функционалу первых этажей, по благоустройству и связанности. То есть методичку по работе со своей территорией, которая уже утверждена, и согласно которой они могут рассчитать экономику, маркетинговые исследования провести. То есть все ждут этих правил, и именно это и подчеркивается, что четкие, понятные правила регулирования, они нужны в первую очередь именно застройщикам бизнеса. То есть мы ждем, сейчас они как раз в работе. У нас есть еще один звонок, добрый день, говорите, пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос такой, по улице Назарбаева, это напротив Шевармонии, снесли старые дома. И что там, интересно, будет построено? Спасибо за вопрос. Вопрос понятен. Да, спасибо. На эту территорию проектируется новый жилой комплекс, насколько мне известно. И он там, согласно концепции, тоже он там вписывается полностью в эту территорию. Согласно правилам регулирования города, все рассчитывается сейчас. Ничего какого-то сверхнового вроде бы там не подразумевается. Понятно, минута до конца программы. Я предлагаю за это время еще раз детализировать правила для бизнеса, они пока в разработке. Что делается для того, чтобы отношения бизнеса-власти в части работы в центре Казани по историческим застройкам были прозрачны? Как вы работаете над прозрачностью? Правовой блок концепции сейчас создает как раз перечень документов, разрабатывается, в которые будут вноситься дополнения и изменения. И когда работа будет внедряться, то есть в правила землепользования и застройки, в частности, в предмет охраны исторического поселения, будут внесены эти изменения. На сайте Казанской концепции, концепции устойчивого развития, тоже мы вывешиваем поэтапно сейчас все эти документы, чтобы все понимали, что происходит, как это будет действовать. Надеюсь, что это будет понятно и на сайте Управления архитектуры также будет все вывешиваться. Спасибо большое, что нашли время, пришли и поговорили с нами. У нас в гостях был помощник президента Республики Татарстана Олеся Балтусов. Мы говорили об исторической части Казани, как она будет меняться. В конце программы только коротко хочу еще раз сообщить, что сегодня в Татарстане новые случаи заражения коронавирусом. Еще у 39 человек обнаружили COVID-19. Вирус зафиксирован у 230 жителей нашей республики. Берегите себя. Это были главные новости. Ирина Субеева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин